Слава Богу! Мы приветствуем вас, дорогие друзья, с Новым Годом, благосоветного Нового Года! Пусть у вас будет здоровье, силы, пусть ваши семьи будут благословенны, пусть вы будете благословенны в учебе, на работе, везде пусть у вас будет успех, пусть вас окружает Божий уют. Все живы, здоровы, никто не подстрелен фейерверками и салютами, никто не умер от переедания. Слава Богу! Слава Иисусу! Прежде чем я буду проповедовать, я хотел бы сказать, что вся наша жизнь, как верующих, верующих христиан, я имею в виду, наша жизнь связана с одним именем, с этим чудесным именем. Как это имя зовут? Иисус! 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 Это прекрасное, это чудесное, это удивительное имя. Именно это имя является спасительным для человека. И многие люди, которые взывали к этому имени, получили исцеление, получили спасение, получили жизнь. И вы знаете, наша жизнь, как христиан, напрямую связана с Иисусом. Напрямую мы зовем, мы призываем Его, мы говорим о Нем. И вы знаете что? Я хотел бы прочитать одно местописание, прежде чем я буду говорить. Это Матфея 24.3. Здесь Иисус еще две тысячи лет назад говорил о последнем времени. Это о нашем времени, в котором мы сейчас живем. 24.3 Матфея. Когда же он, когда же сидел он на горе Илеонской, то приступили к нему ученики. На едине и спросили, скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века? Мы слышим часто, конец мира, знаете, конец света, конец света, конец света. И ученики их тогда еще даже, тоже волновало это, когда же будет конец века? Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим, будут говорить, Я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство. И будут глады, моры и землетрясения по местам. Это то, что мы сегодня видим по новостям. Если мы включим, мы реально увидим, все это происходит. Брат на брата восстает. Войны идут, не прекращаются. Ненависть друг к другу. Люди, даже представьте, не знают друг друга, уже ненавидят заочно. И 24, 8, 8 стих говорит, все же это начало болезней. То есть появятся болезни страшные. И 9 стих. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами. Послушайте внимательно, за что? За имя Мое. Всеми народами. И у нас есть соблазн такой, молчать это имя. Знаете, когда ты знаешь, что у тебя будут проблемы из-за этого имени, то ты как бы не хочешь этих проблем. Ты не хочешь конфликта. И ты такой, я не буду вообще говорить это имя Иисус. И тогда, в принципе, у тебя друзья есть. У тебя как бы нормально относятся. Ну, знаешь, что ты какой-то там верующий. Ну, и все как бы во что-то верят. Слушайте, мы не во что-то верим. Мы верим в того Бога, который отдал за нас жизнь. Он мучился на кресте, Он взял наши грехи, взял наши болезни. Он подарил нам жизнь вечную. И мы не были созданы только для жизни на земле. Мы были созданы навечно. Жить вечно с Богом. У Бога не было в планах, так как сам Бог вечный. Он не мог сотворить что-то временное. Чтобы вот порадоваться, знаете, и все. И что-нибудь потом еще другое сотворить себе. Нет. Он сотворил человека, чтобы человек был с Богом вечно. И когда человек согрешил, он потерял отношение с Богом. Он потерял вечность. Он как бы вошел в смерть. И только в Иисусе Христе мы получаем рождение свыше. И только когда мы осознанно уверовали в Иисуса Христа, мы начали молиться этой молитвой «Отче наш». «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Вы знаете, ее можно заучить и до уверования, и просто религиозно повторять. Но когда ты уже рождаешься свыше, рождаешься от Бога, ты становишься христианином, тогда ты эту молитву произносишь, обращаясь к Отцу. Ты не просто молишься, просто заучил. Ты ее прямо говоришь Отцу Небесному. И Бог, который раньше, как ты думаешь, ты вообще не знал, может быть, Он был против тебя, что ты грешил и так далее, Он теперь стал твоим Папой, стал твоим Отцом Небесным. И я хочу, чтобы мы все сейчас могли задуматься, насколько сильно мы связаны с этим именем Иисуса. Иисус сказал, за имя Мое у вас будут проблемы. Вот жили бы вы без проблем, но если вы будете произносить Мое имя, вы будете ненавидимы всеми народами. Представьте, насколько люди не готовы принять сегодня живого Бога. Они готовы верить во что угодно. Они готовы сказать, что, знаете, у каждого свой Бог, и не надо сюда лезть со своим Богом. Они одни так верят, другие верят так. Не мешайте людям. Послушайте, это обман дьявола. Мы же так не рассуждаем на дорогах, когда ездим на машине. Мы все понимаем, что существует один зеленый свет, на который можно водителю ехать. И если он из другой страны, из другой народности, для него тоже существует только один свет, зеленый. Он не может сказать, что в нашей стране это по-другому. И поедет на красный или на желтый. Это будет авария, будет катастрофа. Поэтому мы говорим, что есть имя, через которое человеку позволено спастись. Разрешено. Это имя Иисуса Христа. И вот мы, как верующие, мы верим в Бога не просто так. Мы не просто так верим. Знаете, мы слова любви тоже говорим не просто так. Мы говорим, чтобы согреть человека. Если мы любим его, мы говорим, я люблю тебя. Это с целью мы делаем, чтобы он узнал, как он дорог нам. И вы знаете, что мы верим в Бога тоже не просто так. Вера – это наше взаимоотношение с Богом. И мы хотим сказать, что Бог, мы с тобой всегда, даже если нас будут гнать, мы с тобою всегда. Ты был распят за нас на кресте, избитый, обнаженный. И мы тебе посвятили свою жизнь, и мы докажем тоже тебе свою любовь. Да. Мы так благодарны, что ты сделал для нас. И теперь мы тоже сделаем для тебя, для царства твоего. И церковь, она не верит просто так в Бога. Верующие не верят. У веры всегда есть плод, всегда есть результат. От того, что мы верим в Бога, нас ждет плод какой? То, что мы будем с Богом. И мы знаем, что церковь, она переживет восхищение. Как это будет? Это будет сверхъестественно. Люди будут забраны с земли. Самим Иисусом. Это говорит Библия. Так написано, что Иисус заберет свою невесту, свою церковь. Он ее видит как невесту. Мужчин и женщин. Здесь не физически имеется в виду. Он видит как невесту, как возлюбленную свою, как сильно любит. И он ее заберет, чтобы церковь была с ним. Но люди, которые не связаны с именем Иисуса, они не могут быть с ним. Вам нужно быть связанным с этим именем. Вам нужно произносить это имя. Вам нужно произносить это имя. Вам нужно молиться в это имя, через это имя. Вам нужно говорить людям это имя. И вам не нужно бояться то, что вас возненавидят. Иисуса возненавидели прежде. Учеников именно за это имя. Они могли бы жить до глубокой старости очень хорошо. Возле моря где-нибудь ходить, рыбку ловить. А их всех убили. За что? За Иисуса. Но для них смерть это было приобретение небес. Поверьте, поверьте, все оставят землю. Рано или поздно. Но когда ученики ее оставляли, они ушли в лучшее место. Вы поверьте, для верующего нет такого, что вот лучшие времена были вот тогда. Давайте вспомним, как было вот тогда, тогда, тогда. Все в прошлом. Нет. Мы верующие смотрим так, что нас, наше будущее, оно интригует нас. Оно захватывает нас. Что наше будущее, оно с Иисусом. Оно в Божьих руках. Нам бояться нечего. И вот этот главный пункт, что будь с Иисусом. Говори это имя. Молись в это имя. Пусть твои уста произносят это имя. И никогда не бойся тьму. Аминь. Итак, тема проповеди будет называться усиленная молитва праведника. Молитва соединяет человека с Богом. Потому что мы люди физические, мы в физических телах живем. Мы думаем, обрабатываем информацию душой. Но Бог – это дух. И Он не живет на земле. Бог не живет на планете Земля. Когда мы молимся, Отче наш, суще где? На небесах. Небеса – это не земля. Это другой мир. Это сверхъестественный мир. Если мы молимся не обдумывая, тогда мы молимся просто заученными молитвами. Но когда мы начинаем вдумываться, слушай, Бог, которому я молюсь, Он не на земле. Он на небесах. Он сверхъестественный. У Него нету начала. У Него нету конца. Он всегда был. Он всегда есть. И Он всегда будет. Он не развивается. Он не прогрессирует. Поверьте, Бог не развивается. Он совершен. Он дела делает новые. Это удивляет людей. Это удивляет Его творение. И все говорят, вау! Как прекрасно, Господь, что Ты сотворил. Но Он, каким был всегда, Он таким остается. Потому что Он совершен. Бог не нуждается ни в свете, ни в воздухе, ни в электроэнергии. Он не нуждается в сердцебиении, в давлении, в пище. Он ни в чем не нуждается. Он Сам дает всему. И дыхание, и жизнь, и все. Слово Божие говорит. И мы, люди, были созданы Богом для Бога. И в тот момент, когда произошел разрыв, в момент, когда человек согрешил, был в непослушании, не послушал Бога, он послушал дьявола и сделал, как дьявол ему сказал, то у человека разорвались отношения с Богом. Раньше он мог общаться с Богом напрямую. Теперь нам нужно приходить к Богу в молитве. Нам нужно теперь восстанавливаться. Нам нужно изучать. Нам нужно, знаете, развиваться, расти духовно. И молитва – это то, что соединяет человека и Бога. Физический мир со сверхъестественным миром. Это соединение. Нет молитвы. Никакого нет соединения с Богом. Есть молитва, обращенная в небеса, обращенная к Богу. Есть контакт. И вы представьте, сколько мы слышим свидетельств, когда люди, которые даже никакого отношения не имели к Богу, вдруг в критический момент жизни начинали обращаться к Богу и кричали «Бог, помоги!». И бац, машина, которая неслась на черном льду, останавливалась до обрыва или до дерева. Ее могло просто разнести в хлам. Она останавливается на льду. Останавливается на льду на скорости. Или еще, сколько было чудес, сколько я слышал свидетельств, когда люди, взывая к Богу, получали помощь. Молитва творит чудеса. Усиленная молитва позволяет человеку увидеть ответ. «Бог, помоги!» Но есть же чаще всего моменты, когда мы что-то просим у Бога, и мы просим для чего? Чтобы Бог ответил, как мы Его попросили. И когда часто бывает, нам нужно еще раз попросить, нам нужно верить, что Бог даст, мы разочаровываемся и уходим. И для этого вот эта тема звучит. Для тех людей, кто молился и не получил ответ. Представьте, вы молились, но вы не получили ответ. Нет, вы сделали свое быстрое заключение. Видно, Бог не хочет дать мне это. Видно, Бог меня не слышит, потому что я такой грешный. Или что еще люди придумывают разные версии. Давайте мы прочитаем Слове Божьем. Якова, 5 глава, 16 стих. Здесь Яков вдохновляет нас молиться, и молиться не как обычно, а усиленно. Признавайтесь друг при другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Это те люди, которым надо исцеление, чаще надо прощение. Прощение блокирует исцеление. И дальше Яков говорит, много может усиленная молитва праведного. Мы иногда думаем, молитва наша ничего не может. Вот если этот человек помолится, его Бог услышит, он может. Нет. Я хочу сказать сегодня ко всем, кто здесь, кто слушает, кто смотрит, что Бог хочет ответить на вашу молитву. Бог не хочет выделять какого-то одного человека и говорить, ой, если ты слав, ой, если ты не уверен, иди попроси его, чтобы он помолился. Понятно, что есть люди более взрослые, более сильные в вере. И есть пресвитера, и написано, кто болен, пойди к пресвитерам, чтобы они возложили руки, помолились, чтобы ты исцелился. Но это все только для начала. Это зажигание. Дальше нужно нажимать на газ, нужно переключать скорость, нужно ехать, а это уже ты сам должен делать. Ты не можешь постоянно просить человека, чтобы человек попросил Бога. Ты сам можешь попросить Бога, и для него нету больше радости лично тебе ответить. Почему? Потому что когда он ты просил, и он тебе ответил, то у тебя появляется радость. У тебя появляется радость, и он светится и радуется от того, что радуешься ты. Потому что он увидел, что ты в физическом мире получил ответ. То, о чем ты просил, ты получил. И он от этого радуется. Он радуется от этого. А мы, чаще всего, не верим, что Бог нам способен что-то дать. И здесь Яков пишет, что много может усиленная молитва праведного. Не что-то может, кое-что может, а много может. Это невероятные вещи могут происходить. И дальше он переходит к одному очень сильному человеку, сильному вере человеку. 17 стих. «Илия был человек, подобный нам, и молитву помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю три года и шесть месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь. И земля произрастила плод свой». Смотрите, Яков, это старейший на церкви, он говорит к верующим, это к верующим написано. Он говорит, представьте, что Илия, это был мощный пророк. Таких пророков мы не знаем. Они редкость. Они как бы, знаете, один из миллионов. И нам кажется, вещи, которые творил он, никто не способен сотворить. Он сводил огонь с неба. Он закрывал небо, и дождь не лился. И он открывал небо, и дождь лился. И знаете, для нас иногда кажется, что на все так для Илии было просто, но в нашей ситуации все сложно. Вот просто представьте, вы стоите и с краном, вот представьте, вот вы стоите возле раковины, вы открыли кран, льется вода, закрыли кран, не льется вода. Открыли кран, льется вода, закрыли кран, не льется вода. Повернули в сторону, открыли кран, горячая вода льется. Повернули в сторону, холодная вода льется. Управление идет, управление водой. Вы знаете, что Илия помолился, представьте, и погоде приказал. И была засуха. Была засуха. Знаете, для чего это надо было? Кто-то подумает, зачем он это сделал? Зачем? Ведь люди же, они же, это же не скотину не напоить Это не урожая нету, это же смерть Если постоянно небо, знаете, без дождя Постоянное солнце, ни единого облачка Это все сгорает вокруг Знаете, народ настолько грешил во времена Илии Он настолько грешил, настолько был отдален от Бога, Божий народ Что вот эти все происшествия способствовали Для израильского народа, чтобы они пришли обратно к Богу, обратились Это было толчком Так нужно было делать И он это делал, потому что ему так говорил Бог делать И Иаков здесь, он не рассказывает и не раскрывает подробностей Он сокращает Библия очень многое сокращает Когда мы начинаем изучать, то там были Не все так легко было Знаете, мы так, Иаков нам пишет Помолился Илия, не было дождя, три с половиной года Помолился Илия, дало дождь Вот стоит только Илия и помолиться Чудеса происходят А давайте посмотрим Что там на самом деле было Это происходило в Старом Завете Третье царство, 18-41 Это после того, как сошел огонь на жертву Илия кинул вызов Всему израильскому народу Он говорит, сколько вы еще можете хромать на обе ноги Определитесь, каким вы Богом И он призвал лжепророков И он говорит, давайте Сделаем так Мы сделаем жертву Положим там тельца рассеченного И вы помолитесь своему Богу И попросите, чтобы он огонь с неба спустил И зажег этот костер Чтобы жертва была сожжена И потом я помолюсь Своему Богу И чей Бог живой В того и поверим Вы согласны? И весь народ Хо-хо, понравилось Понимаете? Понравилось И тогда уже пророки эти Они сделали жертву И они попросили своего Бога О, Вале Пусть придет твой огонь И никакого огня Никакого ответа И они еще раз попросили Пусть придет твой огонь И не было И они так до вечера целый день Просили, просили, просили Уже резать себя стали Колодь себя стали Чтобы их услышал Бог И он не слышит Или я стал издеваться над ними Пророк, представляете Начал издеваться И он говорит Может ваш Бог в отпуске Или в туалете Или где-то еще Вы сейчас его тревожите И у них ничего не получилось Их Бог мертвый Идолы мертвые И тогда он сделал Он положил жертву Он положил на жертвенник И он сказал Облить ее водой Что невозможно вообще зажечь Мокрое И был ров вокруг И вода полилась И наполнился ров И он, представьте Помолился И он сказал Бог Пусть увидит народ Что ты есть Что ты живой Пусть они все вернутся И сошел огонь И он сказал ему Сойди в виде огня И он сошел огонь С неба И всю эту жертву Вместе с камнями Вместе с водой Всю ее пожрал Уничтожил И она испарилась И тогда весь народ Когда увидел Они пали на свои лица Они покаялись Во своих грехах Они поняли Что есть живой Бог И вот после этого А ведь не было Три с половиной Года дождя Но после покаяния Илья молится снова Первый раз он помолился Это было Три с половиной года Представьте Это так давно Он помолился Люди привыкли И уже к засухе И прошло столько лет Он начинает молиться Боже дай дождь И давайте мы будем читать Третье царство 18.41 И сказал Илья Ахаву Пойди ешь и пей Ибо слышен шум дождя Никакого дождя там не было Поверьте И пошел Ахав Есть и пить А Илья взошел наверх Кормила И наклонился к земле Положив лицо свое Между коленами своими И сказала от руку своему Пойди посмотри к морю Тот пошел и посмотрел И сказал Ничего нет Илья Который свел огонь с неба Илья Который побудил всех людей Прийти к живому Богу Молится И в духе пророчествует Он в духе видит Что идет дождь Но на земле еще нету Этого дождя Это как художник Он сел Перед Пустым листом Белым листом Еще ничего нету Нету на листе Но у него здесь есть уже У него есть Это воображение И теперь он Готовится Чтобы перенести То что у него здесь Перенести на лист Чтобы увидели все Шедевр Так же и пророк Он услышал В духовном мире Шум дождя Капли Для него это был знак И он сказал Царю Иди ешь Пей Веселись Все Празднуй Кончину засухи Теперь будут урожаи Теперь народ будет веселиться И никакого дождя И как солнце светило Так и светит Поверьте Нас в этот момент Когда мы помолились Прежде всего Когда мы молимся Почему сегодня это слово звучит к нам Прежде чем мы молимся Мы должны знать То Что я прошу сейчас у Бога На это есть воля Божья И если ты знаешь Что на это есть воля Божья Ты можешь смело просить Смело просить Пока не получишь Пока не даст тебе Бог Смело Если конечно ты просишь На зло Я не знаю Что ты можешь просить На зло Себе На зло Обществу Или Ты что-то хочешь Запретное То чего нельзя То что грех Бог не даст конечно же тебе это И ты не получишь молитву Поэтому прежде Нам нужно уразуметь И понять Что на это есть воля Божья На мою молитву Есть воля Божья Ты получишь Если ты будешь верить Если ты будешь верен до конца Ты получишь И увидишь свой ответ Ты будешь счастлив Твое сердце будет радоваться Ты будешь Ты будешь просто радоваться Своему небесному отцу Что он такой добрый Оказывается Все работает И есть некоторые препятствия На земле Мы не можем Все их узнать Все их увидеть Нам и не надо Наша задача Усиливать молитву Усиленная молитва Праведника Я молюсь один раз Не отвечать Я второй раз молюсь Нет ответа Я молюсь третий раз Нет ответа Что я делаю Я продолжаю Молиться и благодарить Пока не увижу чудо Вот таких Бог ищет Он воспитывает Чтобы мы умели Призывать И вы представьте От невидимого Бога Мы можем получать подарки Это не Дед Мороз Который один раз в год Что-то принес там И то мама с папой подложили Это Бог Который нас готов удивлять Каждый день Заботится о нашем духе Заботится о нашей душе Заботится о нашем теле Мы же не духи Мы не только духовно У Бога просим Мы просим и душевно Мы просим друзей Отношения Чтобы у нас были хорошие Взаимоотношения Мы также просим Для нашего тела Физические вещи Так же И Бог Он на всех этих трех уровнях Хочет нас благословить И дать нам Давайте мы сейчас Закроем наши глаза Помолимся Поблагодарим Господа И так же Поблагодарим Его За то, что Это слово Как семечко Оно прозвучало И попросим Господа Чтобы оно упало На добрую почву Чтобы мы могли Получить откровение И увидеть результат Своей жизни Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому